привет всем в продолжение детской темы хочу разобрать такой очень яркий очень опасный красный флаг который может подать женщина не так важно знакомы ли вы с ней давно или знакомство только началось но вот эта установка которая сейчас буду говорить это очень серьезный красный флаг и он вдвойне или втройне более серьезный если ваши планы входит завести ребенка красный флаг следующий это фраза которая может говориться в нескольких вариациях но смысл сводится к мужчинам дети не нужны существует два варианта почему эта фраза говорится как классической дилемме глупость или предательство так вот один вариант глупость второй вариант предательство и наверное можно представить что может быть что ты смешанное вместе варианты эти плохие оба что называется оба хуже то есть связываться ни с каким из этих вариантов нельзя какое опаснее сказать трудно это зависит от обстоятельств и так вариант 1 девушка или женщина на самом деле искренне убеждена что мужчинам дети не нужны и не интересны ну понятно что это не на ровном месте такие убеждения возникают это определенный фон который она заимствовала из своего окружения когда человек вам это говорит и вы понимаете что он говорит искренне таким образом человек вам выдает сразу много информации о своем окружении где он вырос какова была его семья какие у девушки были отношения с папой с другими родственниками причем заблуждаться не надо иногда эту фразу можно услышать от девушек у которых абсолютно идеальные по их словам папа но они честно считают его исключением типа что таких мужчин не бывает просто вот их маме очень сильно повезло он такой один больше их не существует все остальные хуже но это все равно проходит по первой категории и по сути означает что знаний о мужской психологии и взаимоотношениях отцов и детей у девушки общем нулевые если у такой девушки появится ребенок то она совершенно искренне будет использовать его как орудие просто думая оба отца ребенка то что называется психопатически не считая что у него есть какие-либо чувства вообще тут скобках надо сказать многие женщины уверены что у мужчин вообще чувств нет никаких кроме злобы это совсем уже крайняя точка так что общение будет по формуле нет ручек не творение и понятно что такая девушка или женщина может только продлить этот цикл то есть если у нее будет девочка она тоже будет с таким психопатическим мышлением по отношению к мужчинам если будет мальчик то ему либо будет впариваться что дети ему не интересны это просто будет установкой дано либо он тоже будет считаться таким исключением один во всем мире мой личный ребенок он вот другой а все остальные они обычные поэтому с остальными можно вести себя как угодно а вот с моим нельзя такая разновидность психопата второй вариант равно опасен но более изощренный второй вариант это девушка или женщина который на самом деле конечно же железно знает что мужчинам дети абсолютно не по барабану и скорее всего особенно не по барабану тому конкретному мужчине которому она это будет говорить тем не менее она выбирает вести себя как будто это правда говорить так как будто это правда и всячески позировать для окружающих как будто это правда но при этом конечно стоя перед зеркалом в одиночестве она никогда в жизни не признается, что на самом деле так думает. Собственно, вся причина, зачем она пользуется этой фразой и какими-то практическими действиями на ее основе, именно для того, чтобы причинить боль. Причинить боль мужчине, которому дети совершенно не пофиг. И, к сожалению, шансы таковы, что такая женщина найдет именно такого мужчину, именно от него зайдет ребенка, а дальше будет отыгрывать такой, можно сказать, садистский сценарий. То есть ребенок используется как орудие, которым просто девушке нравится причинять страдания. Что бы она вслух не произносила, какой бы позу ни строила, на самом деле она, конечно, наслаждается страданиями, которые она причиняет. Даже если не признается себе на самом деле в этом. Наверное, можно привести несколько разных примеров, откуда у девушки такой жизненный сценарий, кому она на самом деле мстит. Ну, скорее всего, это так или иначе связано с папой, конечно. Причем механизм может быть довольно сложный. Например, мама обозлилась на папу, папу ругал, на чем свет стоит. Ребенок был поставлен в ситуацию, когда нужно было выбрать сторону. Ну, а чьей он в стороне? Естественно, большинство детей выбирает в сторону мамы и поддерживает ее на словах и в действиях. При этом в глубине души человек понимает, что он не прав и что отец этого не заслужил. Образуется чувство вины и комплекс вины по отношению к отцу. И от этого чувства вины нужно как-то оправдаться. Как от него оправдаться? Надо найти человека, который заслужил подобное отношение, продемонстрировать это отношение на себе, типа пострадать и доказать всем, и себе в том числе, что это отношение к отцу было заслуженным, потому что мужчины все такие. И в этом смысле не принципиально. Будет ли найден мужчина, которому дети на самом деле пофиг, или мужчина будет совершенно обычным, просто к нему будет отношение такое, как будто ему дети пофиг. Это будет говориться, внушаться, будет такое программирование. Дети тебе не нужны. Они никому из вас не нужны. Ну, не суть. Семейный сценарий может быть разным, но механизм у него, скорее всего, в глубине похожий. Если рассуждать с точки зрения биологии, то самка с подобными установками, по сути, демонстрирует, что она произведет слабое потомство, потому что потомство, изолированное от самца, на которых не тратится время самца, это будет слабое потомство, нежизнеспособное, с очень маленьким ранговым потенциалом, с пониженными способностями к выживанию и к репродукции тоже. То есть, по сути, самка показывает, что она просто больна и не очень качественна, как самка, и в случае потомства с ней, потомство будет иметь проблемы. А что касается точки зрения психологии, вы не врач, вы не психолог, и даже если бы были им, то все равно не могли бы исполнять эту роль для человека, с которым вы находитесь в отношениях. Соответственно, связываясь с женщиной, которая явно демонстрирует наличие такой установки, вы, в общем, просто напрашиваетесь на проблемы. У здоровой женщины, скорее всего, будет сильное отторжение к такой фразе, поэтому эту фразу имеет смысл как-нибудь вбросить на этапе знакомства через какой-то, не знаю, там, фильм, разговор, через приведение чьей-то цитаты или, там, статьи. Очень стоит закинуть такую удочку и посмотреть, что женщина будет делать, как реагировать, как ей эта фраза, что она об этом думает. Естественно, нам нужно сделать так, чтобы она ответила более или менее правдиво. Также должно очень сильно напрячь, если сама женщина, например, такие вещи не говорит или даже отрицает, но у нее в ближнем кругу есть несколько подруг, среди которых эта фраза вполне себе вращается и живет. Но когда она всплывает, женщина говорит что-то вроде, что «ну, я так не думаю, это их точка зрения, у меня точка зрения своя». Это малый красный флаг. Он тоже должен напрячь. Потому что, как неоднократно подмечено, пять человек, с которыми вы общаетесь ближе всего, ваш ближний круг, это и есть примерно вы. Соответственно, если девушка сама так не думает, но у нее в кругу вращается, там, 3-4 человека, которые думают так, им эта фраза смешна, это должно напрячь. Потому что иначе, скорее всего, эта девушка бы с ними не общалась просто. Иначе в жизни они бы разделились, как вода и масло, как разделяются люди, которые, например, глубоко задействованы в вопросах веры и люди, которые работают в секс-индустрии. Ну, они не смешиваются обычно. А что касается всякой рационализации там, что «ну да, вам же дети реально не нужны, вы же с ними время не проводите, вы же заняты чёрт знает чем». Тут примерно столько же правды, сколько утверждений, что, например, «да вам не нужен ваш дом, вы же там всё равно днём не находитесь, вы приходите перекантоваться утром час и вечером два часа». Значит, вам дом не нужен, и вы его не любите. Конечно, конечно. Логично, логично. Если бы любили, вы бы из него не уходили на 11 часов в день. Вот тут примерно то же самое. Особенно, когда у мужчины две-три работы, между которыми нужно ещё выспаться. Так что лишний раз упомяну, что время отца с ребёнком – это роскошь, доступная не всем, к сожалению. И это очень ценный опыт, что для ребёнка, что для родителя. В общем, если думаете о детях, то вбрасывайте этот топик, опознавайте реакцию на него и уделяйте этому вопросу очень большое значение, потому что это огромный красный флаг. И большинство женщин его выдают заранее. Просто нужно быть внимательным и ухватывать момент, когда женщина об этом сообщает. Это может быть сказано не совсем прямо, как-нибудь завуалировано. Бывает вообще только мимикой, закатыванием глаз, или таким картинным вздохом, или взмахом руки. Так что считывайте это и маркируйте в голове. Менять не надо, менять бесполезно. Нельзя менять человека. Увидели маркер, галочку в голове поставили, всё, тему закрыли. Я думаю, что единицы людей способны поменять своё мнение по такому вопросу. Может быть, может быть, какая-нибудь мать-одиночка, которая вырастила сына в уверенности, что мужчинам дети не нужны, а потом на собственном опыте на сыне увидела, что для него это имеет большое значение. Ну, может быть, она что-то поменяет. Но это будет через 30-40 лет. Оно вам зачем? И даже в этом случае будет у небольшого процента. Так что просто оставляйте таких женщин, девушек в покое. Уж, по крайней мере, детей с ними заводить точно не надо. Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов. Как-то так. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok